всем привет добро пожаловать в новый влог такое впечатление что я снимаю все в один день потому что я не вылезаю из этого костюма очень классно и также хотела бы поблагодарить вас за все сообщения и комментарии касательно портрета я повешу его скорее всего после праздников потому что у меня сейчас нет времени искать мастера который натянет это полотно потому что те девочки и молодые люди которые разбираются немножко в искусстве в живописи писали мне что лучше не вешать этот портрет в рамку что это смотрится ну так себе обычно так не делают что нужно найти специальную рамку которая как бы крепится внутри и как-то ее там зафиксировать что есть отдельные мастерские которые сделают это так как должно быть и я уже спрашивала свои подруги обращусь к ним уже после нового года еще хотела вам сказать что мы собираемся в вену у меня была небольшая мечта и томок меня поддержал чтобы перед этим рождеством мы съездили в прагу и вену в праге мы побывали и теперь вот подыскиваем жилье если все получится то в следующих влогах будет и о венских ярмарках и о нашем небольшом путешествии а у нас сегодня день выпечки я позвала брата томока с двоюродной сестрой мальчиков и мою подружку которая в прошлом году подарила мальчишкам вот такой домик точнее домик нужно собрать еще украсить его я подумала что моего терпения на все не хватит так что у меня сегодня будет помощь и я решила попробовать новый рецепт пряников по моему в прошлом году я показывала вам и во блоге и в инстаграме постараюсь отыскать ссылки и оставить внизу в инфобоксе для рецепта который я буду использовать сегодня нам понадобится здесь я еще не знаю что это один из самых неудачных рецептов которые я пробовала вкусные но если вы хотите что-то проверенное то ссылочку ищите в инфобоксе так но мы начинаем и моя подружка подсказала супер лайфхак я думаю что можно это все усовершенствовать и еще сильнее натянуть пищевую пленку на стол и потом просто это все сворачиваешь и стол будет чистым и в моих любимых щелях ничего не останется начинаем раскатывать тесто точнее я начинаю и детки будут это все вырезать формочками насыпаем муку сюда желательно но Ну, только так, чтобы на подлогу только не за много летало, Зарей. Татья очень, очень любит тебя. Хорошо, что Томяка нет дома. Может, сначала возьмем пул. Соги на то? Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Я немножко в шоке. Впервые в жизни мои пряники распухли до какого-то просто безобразного состояния. И уже довольно сложно узнать здесь человечка от этого вообще вздутия живота. Как же сказала подружка. Это типа елочка, поэтому лучше пользуйтесь моим проверенным рецептом. А это, ну, не знаю, как теперь не разочаровать детей. Просто нужно выбрать более удачное. И все это засыпать чем-то. И тогда будет прикольно. Ну, и такие провалы в кухне тоже случаются. Да очень не хочешь расстраивать детей. Сейчас. Я еще такого никогда в жизни не делала. Уже, как бы, терять нечего. Это гениально. О. Норм. Осторожно. Это значит до, после. В принципе, неплохо. Это Оля поле не вырежет. Палево. Они еще горячие. Горячие, стоп. Еще... Мы еще не вырезали. Можем взять ножницы. Ребят, сами приготовили и теперь едят. Вкусно? Смарчно? Моя. Очень давно ничего не пробовала от Smashbox. И сегодня ко мне приехала вот такая посылка. Я подозреваю, что здесь какая-то рождественская лимитированная коллекция. Давайте посмотрим. Ого, здесь очень большая палетка. Вот это еще не разобралось что. И набор кисточек для лица. И также для макияжа глаз. А вот здесь скрывается огромнейшее зеркало. Вполне себе как за туалетным столиком. Можно сидеть и краситься. И палетка очень универсальная. Потому что есть базовые оттенки. И вот эти большие рефилы вы можете использовать и в качестве теней. И также наносить на лицо. Допустим, вот это могут быть румяна. Вот это бронзер. По-моему, это немножко сияющий оттенок. И скорее всего, это типа как хайлайтер. Есть и переходные цвета. Очень классная подборка. Можно что-то поярче накрасить. И повседневный макияж выполнить. Я специально ничего не трогаю. Потому что я хотела бы разыграть вот этот набор среди вас. Условия, как обычно, очень простые. Я все укажу в инфобоксе. И я с удовольствием отправлю подарочек в любую часть мира. Откуда вы меня смотрите. Вот это небольшая палетка для лица. Ну, тоже все всегда можно наносить и на глаза. Мне кажется, что вообще нет никаких проблем. Это запеченные текстуры. Такой персиково-розовый цвет. Очень интересный. Вот это может быть и хайлайтер. Короче говоря, я думаю, что это очень неплохой подарочек. Который порадует одну мою зрительницу. Если вы молодой человек и участвуете для своей мамы, подружки, невесты, жены. Это уже заслуживает похвалы. В общем, обязательно участвуйте. Потому что в моей жизни достаточно палеток. Я буду рада поделиться и с вами. Декабрь в Польше. Это больше похоже на осень. Мы должны были идти по асфальту. Но что-то пошло не так. И теперь я вот в грязных ботинках иду в зоопарк. Класс. Как вы понимаете, не только у нас на газоне зеленая трава. Часто в Польше она такой остается до весны. Интересно, фламинги вообще практически не загорожены. И они не убегают. Как такое может быть? Мы застали Святого Николая в зоопарке. И он организовывает конкурсы. Вот Захарка получил фотографии всяких зверей. Нужно правильно разложить их кто что ест. Я, конечно, понимаю, что зоопарк это довольно спорная тема. Но говорят, что в Кракове для зверей и для птиц есть хорошие условия. И что здесь размножаются даже те виды, которым очень сложно в дикой природе. И они под угрозой исчезновения. Поэтому порой даже не зная, что думать, дети просят свои мы иногда сюда приходим. Тигр греется на солнышке. Он, конечно, огроменный. Краковский зоопарк также принимает участие в разных развивающих программах. Вот здесь, например, информация о том, насколько критична ситуация с тиграми на нашей планете. Вы ни за что не угадаете, чем мы занимаемся в последние недели. Проходят мужчины рядом. Смотрите, что она там делает. Короче, мы ищем школу для Захара. Оказалось, что это настолько большая проблема, даже можно сказать. Я более подробно расскажу как-то в другом видео. И я вот, знаете, никогда бы не подумала, что даже в частную школу может быть такая очередь. Та, которая нас интересовала, занята, внимание, на три года наперед. У нас так рано. Я в последнее время не то что не успеваю краситься, я даже не успеваю укладывать волосы. Они просто сами по себе высыхают, пока я собираю детей, пока я завтракаю. И вот эта новогодняя суматоха, куча работы в конце года, как обычно. И еще оказалось, что нужно сейчас реально искать школу, иначе мы потом все проспим. И вот сегодня, например, 12 число, и сегодня день открытых дверей на следующий год. Это в частную школу. Я записалась в самую первую группу посетителей. Думаю, ну мало ли, знаете, приду последнее, уже все будет занято. И здесь также есть детский сад, и это недалеко от нашего дома. Мне было бы очень удобно привозить сюда детей. Но дело даже не в этом. Мы готовы были бы возить куда-то деток, но все забито. В приоритете братья, сестры, тех детей, которые уже ходят в школу, или те дети, которые ходят в садик при школе. То есть они извне практически никогда никого не берут. Я вообще камеру как держу? Вы меня видите, или у меня только пол лица? Честно, у меня столько мыслей в голове. Мне кажется, что у меня, знаете, я сижу, и у меня просто пульсирует моя голова, и она скоро так, бутыш, взорвется. Вот, я недавно вам пожаловалась на Захарчика, что он такой неспокойный. Слава Богу, как отлегло. Возможно, это нужно было произнести вслух, чтобы он перестал доводить меня дома. Причем, знаете, у него вот такой характер, как у Томаша. Он очень неусидчивый, он нетерпеливый, он хочет все здесь и сейчас. Он очень часто всем недоволен, его сложно чем-то реально заинтересовать. Даже вот, знаете, говорим, что поедем там в аквапарк, будет классно. Он говорит, нет, ну типа все, нет. Мне кажется, что это был какой-то такой период, но чтобы мне жизнь малиной не казалась, теперь вот Игнат мне пьет кровь. И мне кажется, что это, знаете, какой-то процесс, который был запущен, и который никогда не остановится. Ну типа там, Оля, не расслабляй булки, потому что как бы сама виновата. Нарожала детей, теперь занимайся. Это, знаете, это не тумбочка, которую поставила дома, она стоит и тебя радует. Это то, чем постоянно нужно, не чем, а кем постоянно нужно заниматься, кому нужно уделять внимание, развивать и постоянно думать о будущем. То есть как помочь им сейчас, как попробовать как можно больше, чтобы понять, чем твой ребенок интересуется. Мало того, вот, знаете, раньше там знание английского было не настолько важным, а сейчас, когда тебя принимают на работу, тебя уже никто не спрашивает, ты знаешь, ты английский или нет, потому что все интересуются, а какие еще иностранные языки вы знаете. Ну то есть требования сейчас очень большие и у работодателей для того, чтобы как-то пристроиться в жизни, надо реально очень много уметь, очень много хотеть научиться, даже, да, быть там работоспособным, иметь кучу, наверное, даже знакомств, удачи, еще непонятно чего. Короче говоря, поэтому мы все-таки решили инвестировать в детей с детства, но без фанатизма, потому что, когда мы начали узнавать, сколько стоят частные школы в Кракове, самые лучшие там, куда ходит Крестница, Томыка и еще одни наши знакомые, там такие цены, там, ну, допустим, за год доходит до 20 тысяч евро. Я просто чуть не упала. А представляете, в нашем случае это было бы целых 40. Ну хорошо, пусть там без каких-то дополнительных занятий, ну там пусть 20 тысяч евро на двоих детей, это, знаете ли, такая сумма, что попробую еще просто так отложить. Короче говоря, мне кажется, что в следующем году моя жизнь очень круто может измениться. Идем на день открытых дверей, если можно будет что-то поснимать, я это сделаю, если нет, то потом как-то вам расскажу. Вот так просто делюсь с вами, чем я тут занята, помимо того, что я покупаю новогодний декор, снимаю рецепты в Инстаграм, выкладываю фоточки и какие-то праздничные видео, у меня тут вполне себе реальные вещи происходят. Не знаю, девочки, не знаю. Это какой-то новый этап для меня, и он очень волнительный. С Игнатом потом все будет проще, главное, первый раз узнаете. Тем более другая страна. Блин, я не знаю, как это все здесь происходит. Я бы подумать не могла в Украине, что мне нужно будет за год практически, да, искать ребенку в школу за такие деньги. Ладно, пойдем. В школе очень уютная атмосфера перед праздниками. Фотографии с папой римским, Яном Павловым II. При входе стоит елка, украшения, и очень вкусновато. В школу нельзя просто так зайти. Мне выдали карточку посетителя. И вот здесь одна часть школы. Мы оставили наши куртки, я не одна. Здесь детские раздевалки. У нее здесь собственная кухня. И оттуда такой восхитительный аромат. Так выглядит класс начальной школы. То есть иногда детки сидят за столом. Куча всего интересного. А иногда сидят просто на полу. Экран. Как таковой доски я не вижу. Вот буквы, звуки. Пока что мне очень нравится. Для каждого предмета есть отдельный класс. Здесь проходит урок, не могу снимать детей. Занятия продолжаются до полчетвертого. И есть очень много дополнительных занятий. Это все платно. И если вдруг ребенку нужно подождать какое-то время своего папу или маму, то он может остаться здесь, на этой территории. Это класс польского языка и литературы. Вот здесь то, что актуально, то, что дети читают. Дополнительные книги для прочтения. Дети в каждом классе сидят парами. И пара сидит еще с одной парой. Я видела, как это работает, как это функционирует во время урока. Очень интересно. И обратите внимание на то, какие здесь доски. То есть это уже совершенно не то, что я помню с своего школьного времени. Классы очень похожи друг на друга. Но сразу видно, что это, например, класс географии. Это уголок детей. Комната, в которые они могут поиграть. И здесь играются дети в возрасте 5 и 6 лет до начала занятий. И все наши ученики говорят, что в шестеродке на правду потратим их читать. Маю на то на правду спокойненько. Какой порядок. Карта мира. Это уже часть старшей школы. И так выглядят коридоры. Мы только что побывали в классе химии. Там все именно с практической точки зрения. В халатах, в очках дети. Просто обалдеть. А это столовая. Ух ты. У них здесь своя кухня собственная. И нас даже пригласили на кофе и пирожное. У нас здесь учится сын знакомой. И она говорила, что очень довольна. И эта школа не стоит каких-то сумасшедших денег. Очень понравилось. Теперь стоит узнать, есть ли здесь вообще свободные места. Школа, конечно, прикольная. Вы знаете, она того стоит. 500 евро в месяц где-то за одного ребенка. Это много. Но в этом случае ты хоть понимаешь и видишь, за что ты платишь. Мы разговаривали с детьми. Они очень умненькие. Я бы сказала, что далеко не по годам развиты. И в принципе, как бы можно было бы стараться туда попасть. Но места нет даже на следующий год. И не знаю, нас пригласили на три пробных дня, чтобы посмотрели, на каком уровне развития Захара. И потом директор будет решать. А на данный момент запись три человека на одно место. Представляете? Я никогда не думала, что все настолько сложно. Полдня прокаталась. И теперь вот приехала, буду работать. И, наверное, сегодня вечером я останусь без сериала. Буду тоже сидеть за компьютером и отвечать на почту, доделывать все. И хочу у вас тоже забрать ваш сон. Из-за вас я сплю гораздо меньше, потому что вы посоветовали мне суперсериал. Называется он «Коварные горничные». Если вам нравятся «Чайные домохозяйки», «Почему женщины убивают», очень многие остались в восторге. Точно так же, как я, передаю вам дальше информацию. Теперь вы тоже будете спать меньше. Потому что сериал очень затягивает. Он прикольный, он интересный. И такой легкий, не напрягающий. Я просто включаю сериальчик и расслабляюсь. И Тома уже говорит, где ты там по ночам ходишь? Потому что он ложится раньше, очень рано встает. Вот утром и просто вырубается. Сколько ты будешь сидеть за компьютером? Говорит, Тома, я смотрела сериал. Вот, так что «Коварные горничные» запоминайте. Еще сегодня, надеюсь, смонтировать. Наверное, следующий уже будет с подготовкой именно к Рождеству. Потому что уже на следующей неделе приезжает моя мама. Будем ставить елку. И мы так и не сделали пряничный домик. Потому что с вот этими пряниками получился такой факап. Извините за выражение, что нам уже было не до домика. Мы пока разобрались с этими пряниками. И я хотела бы сделать все-таки по моему рецепту, когда все точно получается, когда пряники вкусные. Но что самое интересное, дети ничего не заметили. Они получили такое уже удовольствие, еще и все съели. Ну, по вкусу пряники очень крутые были, которые мы готовили. Но они так разбухают. Рафл, кстати, брат Томака, сказал, что пряники, которые мы пекли в этот раз, это именно классические польские пряники, которые он помнит из детства. И что они не такие тоненькие, сухие. Они прям такие пузатенькие. Не знаю, что думать. Мне не хочется их повторить. Только что делала фотки в инстаграм. И так это выглядит на самом деле. Просто на полу раскладываю фотофон. Я заказывала его на Али. Он, кстати, двухсторонний. И не блестит. Интересно, если есть какие-то более удачные варианты, то поделитесь со мной. Потому что я в этом деле, как видите, далеко не профи. Еще сегодня утром как раз был почтальон и привез мне сережки. Я заказывала их еще 11 числа. То есть практически месяц они ехали ко мне. Вот эти две пары я заказывала для ярких образов. Я хотела пофотографироваться в отпуске. Но мы так и не поехали в теплые края. Ничего страшного. Я оставлю их до весны и лета. Я вот не знаю, как можно что-то приклеить суперклеем, чтобы не испачкать руки. Я не хочу даже показывать вам свою правую руку. И вот эти вот серьги на самом деле очень классные. Лучше выглядят, чем сейчас. Они очень красиво переливаются, блестят. И с ними все нормально. Они чуточку светлее. И вот эти они тоже длинные. Так как я хотела, они на таком более темном металле. Вот так, наверное, более понятно. Оставлю вам ссылочки внизу. Все покупала на Али. Спасибо, что вы были со мной в этом влоге. Если вам было интересно, вам понравилось, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне всегда очень-очень приятно. Ваша обратная связь. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.